В этом классе обучаются талантливые дети, которые желают получить знания из области естественных наук, математики и физики. Ежегодно эти ребята в результате конкурсного отбора имеют возможность попасть на профильную смену в детские оздоровительные лагеря. Для этого им необходимо сделать презентацию. Мы прикрепляли свои достижения за последние три года. Там был целый слайд, посвященный школе Росатома. Например, у меня были такие конкурсы, как «Портфель пятерок». Я участвовала в четвертом сезоне в школе проектов. На последнем слайде мы писали, почему именно я поеду. Четырем десногорским школьницам – Полине, Карине, Елизавете и Анастасии – представилась возможность не только хорошо отдохнуть в известном лагере «Артек», они также получили стимул к развитию своих технических способностей, деловой логики, познакомиться с новыми, интересными людьми. Я узнала столько всего, столько всего нового, о стольких местах, которые мы изучали только на уроках истории, как, например, город Герой Севастополь, где мы побывали на сетевом образовательном модуле по обществознанию. Параллельно участницы ходили в школу при лагере. Четыре урока в день – математика, физика, химия и русский язык. Всё проходило в форме экспериментов. Девочки отметили высокий уровень подготовки других участников. Там дети очень умные, талантливые. То есть, когда мы защищали эти проекты, там даже сидели эксперты с МГУ, с университета имени Лобачевского. То есть, вот они оценивали нашу работу. Конкурсная жюри школы «Росатом» смотрит портфолио ребят и определяет тех, кто отправится в лагерь. Это смены не только оздоровительные, но и обучающие. Ребята совмещают обучение с прекрасным отдыхом на берегу Чёрного моря, на южном берегу Крыма. Все участницы проекта получили незабываемые впечатления и колоссальный опыт. Я хочу выразить благодарность за то, что мне предоставилась такая возможность побывать в таком замечательном месте, как Артек. Госкорпорация «Росатом» делает всё для того, чтобы воспитать новое поколение специалистов атомной отрасли. И поездки в оздоровительные лагеря – это награда за их кропотливый труд. Они вызывают неподдельный интерес школьников к углубленному изучению профильных предметов. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.